Добрый день! В предыдущем видеоролике мы с вами рассмотрели фазу подсолнечника от набухания и прорастания до первой пары настоящих листьев в разрезе агрономия в цифрах. Сегодня мы с вами рассмотрим межфазный период от 2 до 8 листьев. Период от 2 до 8 листьев в среднем длится 30-40 дней. Главный стержневой корень и его ответвление к трем фазам настоящих листьев проникают в глубину почвы на 40-60 см. Для получения планируемой урожайности подсолнечника необходимо поддерживать оптимальное соотношение питательных веществ в листьях на всем периоде вегетации. Так, общего азота от 2 до 8 листьев необходимо 3,8-3,9%, калия 0,81-0,89% и фосфора 5,8-6,2% на абсолютно сухое вещество. А потребность воды в этой фазе составляет 20-30% от суммарного потребления. Недостаток одного из элементов питания в эти фазы негативно сказывается на тех процессах, которые происходят и в дальнейшем приводит к снижению урожайности. В отношении фосфора критический период приходится от всходов до 8 листьев. Его нехватка приводит к замедлению азотного обмена и развитию растений, уменьшается высота, количество листьев и цветков. Фосфор же, в свою очередь, повышает вязкость протоплазмы, жаростойкость растений, фотосинтез и дыхание, что очень важно в условиях юга России. При появлении первых двух пар происходит образование зачатков всех листьев и стебля. Позже образуется будущее цветоложи. А вот к появлению 5-8 листа закладываются цветковые бугорки. Формирование соцветий у раннеспелых сортов и гибридов начинается при 3-4, а у средне-поздних при 5-8 парах настоящих листьев. Неблагоприятные условия в такой период, такие как дефицит влаги, питание, затенение от сорной растительности, абиотические факторы и ошибки в применении гербицидов, приводят к тому, что образуется меньшее количество цветков, что в последующем практически нельзя исправить. Продуктивность таких растений остается низкой. Следует отметить, что на низком агрофоне и в условиях засухи урожай от сорняков может снижаться на 35-40%, а недобор урожая от поражения растений заразихой может варьироваться от 30 до 70%. Вот почему так важно вовремя бороться с сорной растительностью. Именно поэтому наша основная задача в этот период – создать оптимальные условия для хорошего роста, закладки большего числа зачатков цветков и получения высоких урожаев. Это можно достигнуть путем оптимизации минерального питания, своевременной борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями. Узнать про эффективные гербициды и увидеть их эффективность, вы можете, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. В следующем видеоролике мы с вами рассмотрим межфазный период от бутонизации до цветения. Желаю вам вовремя провести все обработки и чтобы ваш подсолнечник сформировал хороший потенциал для будущего урожая. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!